Рад тоже приветствовать и благодарен организаторам этого круглого стола за возможность участвовать и добавить несколько слов к тому, что отец Кирилл уже рассказал о центральном регионе. Наш северо-западный регион от Мурманска до Пскова и Калининградская область с одной стороны во многом повторяет ситуацию, которая в центральном регионе и вообще в России и не только с католиками. С другой стороны, конечно, есть и своя специфика. Если говорим о Калининградской области, понятно, что там огромное католическое наследие и большое количество храмов и объектов, гораздо больших, чем потребности и возможности католической общины в нынешнем. В нынешней ее конфигурации. И на сегодняшний день в Калининградской области у нас 14 приходов. Возвращено три исторических здания. Причем принадлежность одного из них католической церкви иногда оспаривается. В других приходах были построены, обустроены новые места для молитвы. Но это при том, что на территории Калининградской области больше двух сотен тех, скажем, объектов, выражаясь в общем, которые... Религиозное предназначение которых сложно было бы оспорить. То есть это часовни, храмы, даже епископские замки. Вот есть такой замок Инстербург. Ну и из этих объектов, конечно, вот, как я сказал, очень немного возвращено в католической церкви. Такие спорные вопросы были относительно двух храмов в самом Калининграде. Это храм святого Адальберта и храм святого семейства. Оба они сохранились, восстановлены. И оба сейчас католической церкви не принадлежат. И вот если по поводу храма святого Адальберта разговор шел в том ключе, что не стоит даже пытаться, чтобы вернули. Давайте, сказали, городские или областные, уж не знаю точно, власти, мы вам дадим участок, вы построите себе новое, а старое не трогайте. Согласились. Сейчас на улице Александра Невского построен достойный современный храм, где могут вполне католики молиться. Относительно другого храма, храма святого семейства, была другая история. То есть здесь наша церковь и наш архиепископ на волне, скажем, закона и возможности, и право получить обратное здание для молитвы. Поднял вопрос, и неоднократно он звучал относительно возвращения верующим храма святого семейства, где располагается концертный зал, органный зал, подразделение филармонии. История была такова, наверное, тоже кто-то слышал об этой истории, что в итоге храм был передан, но не католической церкви, а православной. То есть это один из тех моментов, где, ну скажем, в этом праве на молитву и отношением в этом ключе различных христианских конфессий и властей непонятно до конца или не является очевидным некий принцип правоприемства. И этот момент, ну скажем, достаточно показательный, но, насколько я понимаю, не единственный из существующих ситуаций. Не так давно мы получили от областных властей Калининградской области предложение рассмотреть возможность возвращения верующим трех объектов. Понятно, что они в разрушенном состоянии, никому не нужны, но самое главное, что по тем сведениям, которые можно было получить в доступном общем доступе в интернете, было понятно, что все эти три объекта принадлежали протестантской церкви. Да, вот такой курьез. В Петербурге ситуация несколько иная. Это бывшая столица католической церкви в Российской империи. И здесь не подвергается никаким сомнениям традиционность нашей конфессии в России. И это, конечно, радует. И можно сказать, что отношения в общем очень толерантные и доброжелательные. Это видно также из того, что из большого количества недвижимости, которая у нас была, возвращено шесть храмов. Еще один монастырский небольшой комплекс был реконструирован из ветхого здания, то есть фактически возведен заново. Но существует, функционирует в настоящее время семь храмов. Это, конечно, лишь малая часть того, что было, но есть и мы этому рады. В общем, что можно сказать, что, конечно, право на молитву, как тема нашего круглого стола, к сожалению, у нас абсолютно не везде и абсолютно не всегда очевидно. Прежде всего, для тех, от кого зависит решение о передаче или не передаче, или о способствовании, или наоборот, о препятствиях для верующих, для религиозных конфессий, организаций в получении, скажем, места на молитву. Точно так же, как далеко не всегда, и вот слышно было из слов отца Кирилла, абсолютно не очевидна, к сожалению, такая вещь, как историческая справедливость. В том, что оспаривается, с одной стороны, религиозное использование, религиозное предназначение храма, который отобрали и обезобразили. Оспаривается также религиозное предназначение храма, который перестроили, он сохраняет свой внешний вид, но при этом, как в Кирове, так же я видел это с удивлением и с возмущением. В Красноярске, хотя это не наша епархия, да, визитная карточка города, все знают, как это называется, и суды отвечают, что религиозное предназначение данного объекта не очевидно. Точно так же мы сталкиваемся с обратным явлением в Петербурге. Есть такой случай относительно католической академии на Васильевском острове, когда причиной для отказа является то, что здание не было первоначально построено как религиозное, и никого не интересует, сколько лет там находилась эта академия, насколько серьезно было перестроено после пожара здание, ну и в общем все другое тоже не интересует. То есть как право на молитву, так и вопрос исторической справедливости, к сожалению, у нас не всегда работает и со стороны властей. И так же, если речь идет о выделении, например, новых участков, вот отец Кирилл не упомянул о том, что сколько лет католическая церковь пытается получить еще один участок для постройки храма в Москве, доходило до Папы Римского и президента, его распоряжение выделить участок, и в очередной раз недавно мы получили информацию о том, что в Москве свободных участков нет. А с предыдущими версиями, и это тоже не только в Москве, есть такой механизм подключения общественного мнения, в котором, по крайней мере, по результатам этих дебатов, право на молитву верующих тоже абсолютно не очевидно. То есть кто-то делает какие-то великие милости, разрешив той или иной общине получить место для строительства храма, ну или, говорят, просто мы вас не хотим. Но ситуация такая и общеизвестная. И также на Северо-Западе у нас вопрос получения какого-то участка в качестве непредусмотренной напрямую законом, но в контексте исторической справедливости все-таки, я думаю, существующей. Когда на месте храма был разрушен, на его месте построено что-то другое. И сейчас пусть небольшая община ищет возможности получить какой-то земельный участок для того, чтобы возвести новое небольшое здание под собственные нужды. Вот это то, что я хотел добавить к словам отца Кирилла. Спасибо за внимание и благодарю за терпение.